Прямо сейчас, назло Лилия Пудрявцевой. Я не побоюсь этого слова, еще не остыл диван, на котором сидел Леша Чумаков и признавался в любви этой потрясающей моей любимой Юлечке Ковальчук. Но вдруг поползли слухи, что пара распалась. Что за дела? Давай, опровергай, комментируй. Что это было? Вообще я проснулась в один день от того, что мой директор мне звонит и говорит, Юля, ты смотрела, что в интернете испарится. А буквально в этот же день Леша приехала из Барселоны, и вот я стою внизу, у меня огромные чемоданы стоят упакованы. Я говорю, а что в интернете творится? Он говорит, как? Вы же расстались. Я говорю, да, глядя на эти упакованные чемоданы с вещами. Я говорю, интересно, пойду, разбужу, говорю, спрошу. Вот, поэтому... Все, я поняла. Да, я даже не знаю, даже не знаю предысторию, с чего все началось. Я думаю, что-то обдумывала, непонятно, что, в общем, не надо на это обращать внимания. Вот скажи мне, у меня вот такое впечатление уже сложилось, что любая там телевизионная программа или радио без тебя уже просто не обходится. А ты, но при этом ты себя позиционируешь как певица. Скажи мне, у тебя вообще остается время на музыкальное творчество? Если честно, у меня в последнее время только время на музыкальное творчество, потому что... Почему я включаю телевизоры везде, Юля Ковальчук? Нет, это было давно. Везде Юля Ковальчук. Нет, я на самом деле вот как-то в тот год дала себе зарок. Я в этом году практически не участвовала ни в одном проекте, потому что как раз таки сказала сама себе, что все, я доделываю альбом, я снимала ролик, сейчас буду снимать еще один. А, вот, я, кстати, и хотела спросить, что у тебя происходит. Вот у нас прекрасно прошел на замечательном моем канале Муз. Да. Была премьера ролика моего между нами. Они до сих пор крутятся и везде, и я его очень люблю. И мы сейчас прямо после Нового года снимаем новый клип. В марте, апреле, я надеюсь, закончится альбом, который я свожу в Америке очень долго. Ну, в общем, все-таки ты певица, Юля. Все-таки, да. Я как раз таки наоборот отказалась от всего лишнего телевизионного, за исключением... За исключением... Ну, скажи мне, вчера были рождественские встречи, ты была на них, смотрела? Я, к сожалению, вчера была в Велик Счастье, или, к сожалению, в Воронеже. В общем, говорят на самом деле, что это было действительно очень крутое шоу, и Алла Борисовна Пугачева опять в очередной раз доказала нам всем, что она номер один, и никто ее никогда не переплюнет, потому что это было действительно... Это был концерт-спектакль. Об этом я еще буду говорить сегодня на протяжении всего нашего вечера. А я смотрела в Твиттере, кстати. Да. Судя по тому, что было выложено в Твиттере, я понимала, да, это очень грандиозно. Это реально очень клево. И мы это все посмотрим, конечно же, в январе. У меня рядом была Юлечка Ковачук, которая совсем скоро выйдет на сцену, ну, а мы будем любоваться ее музыкальным творчеством. Обожаю ее, она красотка. У-у-у!